Здорово, суетологи! Это вторая серия про Lancer, и в этот раз я буду все-таки добиваться, чтобы у меня подвеска была нормально, адекватная, и ставить техно-рессоровские пружины, но это уже минус 50, потому что у меня багажник слишком тяжелый, вот это ветер дует, багажник слишком тяжелый из-за сабвуфера магнитола, усилителей, там шумоизоляция, вибрухи и так далее. Здесь заметьте, клиренс в принципе выглядит как минус 50, но здесь стоят у меня усиленные пружины от Outlander, соответственно, поскольку стоят усиленные пружины, она по идее должна была быть выше, но она не может подняться, по той причине, что багажник тяжелый, эти якобы усиленные пружины вообще не отыгрывают. Когда я еду на ямках, на кочках, пружина начинает отыгрывать, машина начинает кидать, поэтому техно-рессор, попытка заменить пружины, подобрать уже, попытка номер 5, или даже 4, это минус 50, но усиленные. Сейчас сделаем замер, разберем пружины старые, сделаем замер, по толщине вы поймете, по толщине, насколько разница и толщина этого металла. Почему именно минус 50? Стандартные лансеровские усиленные были, но машина высока была, примерно сантиметров на 10, а дальше это были усиленные плюс 20, а потом заказали усиленные родные, они, по-моему, были, но сантиметров на 10-12 выше. Поэтому коллективным решением мы пришли к выводу, что нам нужны техно-рессор, минус 50, усиленные, и они должны быть либо такого же, покажи на камеру, либо же такой же зазор, либо чуть выше, можно даже чуть ниже, окей, вопросов нет. Если же будет чуть ниже, то придется поменять и морду, также поставить минус 50. Для зимы нормально, все кричат сугробы цеплять, но нифига, сугробы не цепляю, единственный минус, идем, идем, идем. Единственное, чем я цепляю сугробы, это оба. Нормально, да? Ну, зато, в принципе, снега можно расти, поэтому сейчас загоняем в автосервис, делаем замер толщины, смотрим разницу. Насколько я знаю, они должны быть на 2 мм толще, соответственно, они крепче, они реально тяжелее, чем заводские, даже те же самые аутендеровские. Но на конецкие они пришли, вот эти оранжевые, потому что передние, иди сюда. Передние у меня также идут оранжевые. Ну, такая, типа, красота будет. Что из этого выйдет, ну, будем смотреть. 1,2 см. 12 мм. Толщина у пружин Техноресор. Будет новинка для кого-то, это будет как раз-таки в новшество, да? Как бы снять две пружины надо, разъединить. Но, как их вытащить? Элементарно, просто выкручиваем пружину из одной пружины. Кто-то скажет, что ты нам втираешь? Но, ребят, есть люди, которые не знают, не понимают и не умеют. Удобно? Охуенно. Привык уже. Да я уже заебался их теме менять. А пока делаем ланцем, на все пружины уже подготовил, да? Вот я вот именно подготовил, на столичку поставил, все нормальная работа. Приехал, значит, подписчик, который оказался работать тоже инструктором, который находится в городе Курске, который вчера по аукциону выиграл Jellybox. Кайф. Подписывайтесь на канал, не хейтите Женю. Софа, привет. О, легенда этого канала. Так что пользуйтесь, будь часто доволен, часто других девайсов. Ребят, очень скоро, если все пойдет по плану, есть спонсоры, которые будут выступать спонсорами в новых розыгрышах, новых аукционах, подов, модов, подов-модов. Поэтому ждем. В ближайшее время будет обзор. Я смотрел за вашими комментариями. И именно этот девайс будет на обзоре. И также будем его разыгрывать на аукционе. Стартовый ценник и так далее. Это не реклама, это случайная спонтанность. Но мы пока продолжаем. Валя! Софу, они сюда. Пружина. Короткая. Слойка высокая. Покажи камеру. Вот, все. Она сидит. Пружина делает вот так. Ебанарон. Вот, что с ней делать? Скажи, минус 30, блядь? Или что? Минус 30 она будет больше. Или она как бы зафиксирует? Ну, минус 30 теоретически должна стать. Будет 2 сантиметра. Ага. Поэтому 2 сантиметра продолжал. Тут где-то сантиметра болтается. Короче, чтобы понимали разницу. Это пружина утендерская, это пружина техно-ресур минус 50. Ну, а минус 50 мне не подходит, потому что у меня большие амарты. Ой, маленькие. Ой, а большие. Правильно? Нужно укороченные. Блядь. Да нихуя, блядь. У меня вечно какая-то хуета, блядь. Она просто, она слишком маленькая, она слишком короткая, блядь. Минус 30 ставит ее. Я амарты только купил новый. Вот здесь шука. Так, разница между ними всего лишь 1 миллиметр. Здесь это 1,1, здесь 1,2. О, здесь у нас получается высота сколько? 1,8 сантиметра, да? Здесь у нас сколько? Как думаешь? На скидку. Та, три. Трешка, блядь. О, расширяйся, блядь, еба народ. У нас здесь, ну да, по 3, 2,8. Правится целый сантиметр. Мне кажется, если я сейчас позвоню, это, да, пружину. Хорошо ничего не поставили. Мне кажется, сейчас позвоню опять Дегуре, в технорисов представителям. Здрасте. Я тут у вас, это, четвертый раз пружину пытаюсь заказать, да? Только в этот раз я вообще их не поставил. Потому что они просто не стягивают. Они скажут, слушай, лазарь, ты ужас. Бал. В смысле, не стягивайся. В прямом. В прямом. Дай пружину. Просто покажи еще раз камеру. Ну, заебись, пускай болтается. И она делает вот так. И все. А пружина делает вот так. Ну и от пламя. Вон, она болтается. Слезет. Не, она не станет потом в чашке. Ее смысла нет ставить. Ну, у меня не областей, когда долбили будут. Да ты же поставил, знаешь, поставил, знаешь, находит. Я не знаю, что сейчас сказать. Ну, ладно, что, блин, заинтернет-сору. Здрасте. Я вас там немножко заебал, правда. Так, значит, пружины первые мне вышли в четыре. Другие мне вышли тоже с доплатой. И потом еще раз, два, третий. Это реально четвертый пружинок считает заменой. Ебать твою мать. Да ебанарод, да что ж такое-то? Что за хуета? Можно будет все не запикивать меня? Не, мне помнишь. Другие решения, вы видите, Паш, доченьки. Те цели в басту. Стоп. Короче, посвящавшись, позвонив все-таки в техно-рестор, мы приняли решение поставить все-таки вот эти пружины минус 50, хоть они немножко, преднатягу у них нету, поэтому попробуем как сделать. Поставить вот эти минус 50, машина своим весом их придавит, и, по идее, вот эта притяга, которая должна быть, все-таки пружину прижмет. И, по идее, она не должна болтаться. Поскольку эти пружины усиленные, соответственно, она должна держать автомобиль хорошо, и слишком вниз она не должна упасть из-за веса моего багажника. Пообщавшись с представителем техно-рестора, мне посоветовали все-таки это все сделать. И я все просто немножко в шоке в таком, да, в 5 раз, блядь, заказываем, ставим. Короче, смысл каков? Чтобы пружина начала заново болтаться, чтобы она не держалась, соответственно, нужно оторвать колеса от земли. Поскольку у нас преднатяга нету, но машину придавит вес, пружина придавит вес, должно быть все нормально. Что из этого выйдет, я не знаю. Смотрим, экспериментируем, если нет, то плюс 30 ставлю, а это плюс 2 сантиметра. Но что-то мне подсказывает, что я завтра опять приеду сюда же в этот сервис, снимем эти минус 50 и повезем их обратно в СДЭК, чтобы отправить это все в Москву, в Технорисо. А они мне, соответственно, пришлют минус 30, потому что ставить родные, родной жесткости неусиленные бесполезно, потому что вес багажника прижимают очень сильно. Ну, погнали, все ли, все уже замерз. Преднатяга нету, немножко худую, я по крайней мере надеюсь, что все-таки вес ее немножко прижмет. Посмотрите, что из этого выйдет. Поэтому, если вы хотите ставить себе пружины, смотрите в те серии. Плюс 20 это слишком много, родные усиленные это слишком тоже много, минус 50, вот так вот, что будет минус 50, не знаю. Можно потише, я тут как бы видео снимаю. Блох. Блох. Пиздец. Блох. Ты думаешь, поставил 2 литра свой 308 Peugeot, все можно, да? Давай стартанем. Все, отлично. Кстати, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забудьте, да, и пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть Peugeot 308, СВФу, с 2 литровым мотором. Я вам расскажу о нем вкратце, у меня даже есть человек, вот чисто случайно придумал. Если вам это интересно, я пошел дальше. Ответственный момент, и, и, ну пока что меня это радует, пока что меня это радует, и, ебай, что за, ну, блин, мне нравится, мне это нравится, мне это нравится, надо морду уронить, ну, жопа мне нравится. О, ебать, насколько мне надо. Что, что, поднимай? Да подожди. Блядь. Ебать. Ты, блядь, на тему поднимай. Ты руку заодно прищемил? Я, сука. Ты очень долго тормозился. Как я. А, что, рука у него осталась? здесь я на левую бобу я тебя пойти короче это чем-то напоминает приору но несут приближаемся к японской приори в принципе вид имеет а как она будет служить на дорогах сейчас это уже совершенно другой вопрос как туда будет забиваться с не как она может быть она будет отработать а может быть нет если все нормально будет отыгрывать и вот это минус 50 будет нормально подвеска отрабатывать реально то оставляем как есть морду роняем на минус 50 но остается один вопрос если ставить 18 колеса будут ли тереть арки будут ли отобрать отрабатывать поэтому продолжение серии я скоро реально бомбаную буду ставил такой лы и винтовой подвес под это уже будет нормально дима спасибо всем огромное за просмотр ставьте лайки свои царские ущемленные лайки у меня сейчас драк подписывайся на канал пишем комментарии пока я поеду с укропа набивать маленький отзыв после 30 километров проезда машина стала реально жестче но лучше управляемые второй момент лежаки просто переезжает очень жестко то есть на скорости 30 километров час мы решили проехать этот лежак но такое ощущение кто позвоночник ушел просто покинул чат машина стала жестче но стала управляемее мне это реально нравится поэтому морду надо будет ронять тоже минус полтос а там уже покупать 18 и ставить и смотреть как она будет на этих пружинах пока что я доволен я думал будет реально хуже я думал что пружина будет болтаться но все-таки вес ее придавил отыгрывать нормально пружины реально жесткие поэтому если вы хотите жесткую тачку вы можете взять техно рессор кто-то говорит что техно это компания не очень где-то пружины лопаются ничего плохого пока сказать не могу летом еще поменял минус тридцатки на морде до сих пор все работает все идеально жопу сделали смотрим дальше отзывы будет в дальнейшем спасибо в очередной раз за просмотр пока